Слово для доклада предоставляется Чирову Ташу Борисовичу, доктору исторических наук, главному научному сотруднику отдела истории, археологии и науки Кумынского научного центра РАМ. Калмыг-герой в лесах Белоруссии, военная биография Михаила Ваникаревича Ханинова. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Конференция у нас посвящена больше литературным ударом Каилу Ваникаревича. Но я хотел бы заотрить особое внимание на еще одной грани его таланта, на его военной биографии. Попущу его часть биографии, которая посвящена периоду довоенному. Скажу о том, что в 1939 году, когда он работал театром, диктором Алморского радио, Михаил Ваникаревич был признан в октябре 1939 года в Красную армию и получил направление в 146-й целковый полк, 152-й целковой дивизии Забайкальского военного округа. Как я уже говорил, Михаил Ваникаревич был человек очень талантливый, многогранный, имел очень многогранный талант, имел очень хорошее образование для того времени, и окончил имелительную скобу, и командование дивизии очень быстро отметило талантливого паренька и выдвинуло его на дальнейшую военную учебу. В нем был направлен в полковую школу, в сержантскую школу, для обучения сержанта и представителей нашего участвующего футболка. В тот период, в 1940-1941 год, были годами очень бурного роста. В Красной армии количество дивизий росло на дорогах, оно фактически утроилось за период 1939 по 1941 год командных кадров не хватало. И в этот период, в начале 1940-х годов, в Красной армии начинает ныряться такой вид подготовки офицерского командного футболка, как гусы младших лейтенантов. И такие гусы младших лейтенантов были организованы и в обретательном военном углу, и был направлен в Киевскую область, в Средневское училище, которое и прошло обучение на 26 лейтенанта. И в 1941 году ему было посвоено это воинское звание. В мае 1941 года 16-я армия, в состав которой входила 152-я Золотовая дивизия, была находиться по тревоге и посажена на эшелоны и отправлена на киевское направление. Пока они ехали в эшелонах, началась война и сложилась очень тяжелая ситуация на белорусском направлении, и поэтому 16-ю армию буквально на ходу стали перевозить в стильское направление на Смоленское. И уже в июле 1941 года Михаил Ванькоевич поднимает свой первый бой в подточной Белоруссии, а затем на Смоленщине под городом Демидовом. В одном из боев Михаил Ванькоевич пришлось прикрывать отступление своей чести. Ему был оборочен, ему был сам пулемет, ему была дана группа бойцов, которые давно было прикрытия отступлением. И Михаил Ванькоевич провел свою задачу, и он пришел отступление своих соратников. Но немцы разгромили этот ответ, который прикрывал отступление. Сам Михаил Ванькоевич во время отстрела артиллерии получил очень тяжелую контурию и был отступал землей грунтом, на котором пролежал несколько часов. После боя на это поле боя пришли местные ребята, которые стали собирать у наших бойцов. Ей они вытащили из-под земли Ванькоевича и таким образом спасли ему жизнь. И мать одного из них Мария Тельцова в течение нескольких дней ухаживала за офицером Халмаком и тем самым спасла ему жизнь. В последующем, поскольку в тот период не вели большого охота военно-пределями, за окруженцами, за теми, как правило, в окружении, Халмакеевич решил покинуть в этот район, чтобы не отставлять воду в семи трендовых. Он перебирается в Белоруссию, живет по разных деревнях, пока в конце концовки добирается до беременных местных Магиревской области, где и он остался, называется, немовач, взялся в местные подработки и погружился там с местными патриотами во главе с Белоруссией Магиревской. Здесь в Белоруссии Магиревской области в апреле 42-го года Халмакеевич принимает решение создать местный партеналский отряд из местных ребят-патриотов. Понятно, что поскольку он был офицером, он сразу был партенант на командный пост, среди молодых ребят там не было, и людей с военным опытом. И он означает вставы этого партенантского отряда. Этот отряд был очень большой, там было 75 человек, там собралось. И отряд сразу начинает принимать ряд крупных детских партенантских акций, которые имели очень большой эффект по всему региону, по всей Магиревской области. Магиревской области, в Белоруссии, в Белоруссии, в Белоруссии, в Белоруссии. На Белоруссии находились наши военные племени, благодаря этому мы успели увеличить количество партенантов. Затем они отряды полетая в городе острова, напали на полотенную управу, совершили ряд налетов на вражеские гарнизоны, в Побойске, в Голче, в Сулибе. И слава про этот партенантский отряд, она пошла, называют, по всей области. И завод с партенантским движением Магиревской области, так называемая военно-оперативная группа Магиревского военного обкома, повторялся, видимо, на контакте с партизанами, с этими партизанами. И группа Великевича, таким образом, была включена в состав 208-го партизанского отряда Крычевской военно-оперативной группы. Позже, 208-я группа стала 208-м партизанским полкомом, а сам Михаил Ванькевич возникло первым значимым командиром взвода. При этом взвод, которым командовал Магирев, чаще всего использовался на диверсионных акциях для разложения местных коллаборационистов, для диверсии на дорогах, для проведения разведок и тому подобное. В июле 42-го года, 28-й артизанский полк был окружен в Крычевской области, и возможности прорыва у отряда не было. Поэтому Хадимову было поручено проникнуть в один эготриар от коллаборационистов, который окружал их лес и узнал, где же можно, в каком месте можно прорваться, в каком месте можно пойти. Михаил Ванькевич выбрал для этой цели отряд и бригады майора Игоря. В этой цели была Родионов, в этой цели была Крычка. В первой бригаде борьбы с большевизмом. Ну, на самом деле, Игорь сам сочувствовал в Крычевской армии и в ноябре 42-го года поднял восстание против Сашинцев. Но на тот момент он изображал верного кирпуса официара, его бригада боролась с партизанами, но тем не менее, тихо раз свою бригаду набирал и людей, которые готовы были береги на сторону Крычевской армии. И, тем самым, нашел сам меточек, который весь войско портал. Это могут выйти в сооружении с минимум 1 потерями и спасило долгие тропии. В подвигах у Дио Ванькаевича просто, если перечитать, это огромное множество. Если дело не поднял, по десятам, в принципе, в итоге, я так понимаю, и деклары конференции будут обликованы, в принципе, все это будет расписано в моей статье. Я просто хочу сказать, что Дио Ванькаевич, и Дио Ванькаевич, состоявший из 8-го партизанского полка, он был называемый «насветлый кемаль». Он взрывал, взрывал железнодорожные шалоны, взрывал мосты. Если где-то не хватало, допустим, мин или взрывчатки, он сам растерил мины, из подзорных материалов, из снарядов, из чего угодно. И при этом при взрыве эшелона было очень важно сделать так, чтобы правильная охрана этого эшелона была полностью ничтожена, чтобы этот эшелон можно было добить, сжечь и полностью ликвидировать, сделать невозможным для восстановления. И Дио Ванькаев всегда продумывал момент, всегда проделал таким образом, чтобы не просто там один звонок, он пошел два раза, упадал весь эшелон, и он сгорал полностью, или сгорал полностью в угли, или падал в реку и тонул полностью там. При этом он занимался разведкой, он занимался пропагандой среди полицаев, очень много полицаев перешло на сторону Парсидан в ходе этих боев. Он мог переодеваться в немецкую форму, он не добрался в себе немецкого футбара, и субмятыми солдатами проникал постоянно в положение сил противника, производил разведки вражеских взлетов, вражеских гарнитонов, и потом производил налеты по всем этим районам. В ходе одного боя он сумел спровоцировать, когда наниминались две группы немецких карателей, он сумел вывести таким образом, чтобы они встретились друг с другом, и спровоцировал стрельбу друг с другом, а сам их боу скользнул между этими двумя отрядами. Получилось так, что всю ночь немцы, две группы немцев обстреливали друг друга. Хочу просто подчеркнуть, что Грилан Каич был очень изобретательным в этом отношении, и никогда не повторялся, и всегда был неуловим, называя командиром, и быстро завоевал авторитет среди своих подчиненных и командиров. В феврале 43-го года командование 208-го партизанского полка приняло решение расширить сферу своей деятельности и вывести часть партизан на левый берег Депра, и составило партизанскую составу, который тоже получил номинование 15-го партизанского полка за 15-й партизанской бригадой Магидовской области. И командиром роты этой 15-й партизанской бригады был назначен 15-й Михаил Магидович. Они работали в районах в Прокоевском, Журавлическом, Чаоевском районе, и быстро распространяются, получили поддержку местного населения, резко увеличились численности. И мало того, в этих офисах оказалось огромное количество вооружения, брошенных веществ и консортированных. И вот собирается это вооружение себе. 15-я бригада быстро превратилась в очень уютные и мощные силы. Ну, хочу привести такой пример. Михаил Магидович в отряд привел, в этот отряд в лево-деревных районах, привел в его состав 430 человек, захватил в бою и собрал местных жителей одну 40-км пушку, 5 минометов, 7 танковых пулеметов, 2 автомата и 305 винтовок. Рота, которую командовал Дмитрий Ланькоевич, быстро обрела славу самого командира. Танел давать «чишки черным», его рот стал давать «тикой демидии». И немцы быстро об этом узнали, объявили за его жизнь очень большую награду, но никому и желающим не должен стоить эту самую награду. Третий год – это был год резкого роста активности партизанского движения, причем если раньше… 10 тысяч марок, да. 10 тысяч марок объявили. 10 тысяч марок, рейхсмарк. 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 Если раньше партизаны действовали хаотично, что получится, там увидят. Но в 43-м году они развивались с трону в голову по планам и в целях поддержки фронта действующей арки. И в 43-м году, когда началась рейхсмарк, возникла резкая необходимость для блокады путей сообщений, которые шли к фронту, с тем, чтобы тем же не могли перебрасывать пополнение группы армий ЦРТ через брянские и белорусские леса. И всем партизанским отрядам, брянских и белорусских, была дана команда о взрывах, об уничтожениях софтических манисталей, по столу железных дорог и шоссе. В ходе одного из боёв рода Хаминова блокировало стратегическое шоссе Могилёв-Докс и в течение нескольких дней полностью распрепятывало движение всех паражных резервов по этому шоссе, уничтожило более 50 автомашин с автоматчиками и пехотой противника. Среди этим, Хаминову было поручено блокировать железную дорогу, тактическую железную дорогу в Могилёв-Чублобе. Он её также блокировал и уничтожил два немецких эшелона. Ну, перечислять, опять ещё раз говорю, можно бесконечно все его подвиги, как его личные поры, ведь как и его блестящий опыт по руководству противника. Просто по честному, что только за лето 1943 года его рот уничтожило два эшелона, 150 автомашин и взорвало 30 мостов. Такие активные мероприятия 15-й бригады вызвали очень большое беспокойство немецкого командования, и они тянули огромные силы для того, чтобы уничтожить 15-ю бригаду и полностью вычистить все вот эти районы партизанского движения и разблокировать тактические конфликты. Поэтому уже осенью 1943 года они были брошены против 15-й партизанской бригадой, которая была окружена в Хачинских лесах Прокоинского района. Рота Фоминова оборонила на реке Углесть, причём вела фактически позиционные бои, применением артиллерии, миномётов, танковых пулемётов против немецкой пехоты. Причём немецкая пехота поддерживала и фауфты, поддерживали танки, фанцербайфы. Но несмотря на это, в течение 17-ти суток урона Ханинова отбила все атаки на реке Углесть и не допустила танки, подбила лискотанку и не допустила пронрыва немецких характерей на этом участке. Но опять же, можно долго перечислять и войны у Горбатого моста и так далее. Но, тем не менее, немцам удалось всё-таки зажать бригады в Хачинских лесах. Было понятно, что вопрос стоит о том, что они просто берут бригаду из мор, то есть, когда-нибудь мои припасы кончатся, кончатся в продовольствии, и порционально тогда будет точно так. Это было решение, принято решение о прорыве, и две лучшие роты были выделены из бригады для того, чтобы пробить прорыв, и после того, как прорывы пробить, эти роты должны удержать горловину прорыва до выхода всей 15-й бригады из Хачинского леса. И вот одной из этих двух рот была рота. Естественно, была рота Хачинского и Чиханинова. Фактически это были смертные, это были камикады, и все понимали, что они будут наступать первыми, они пробьют прорыв, они будут держать горловину, и когда вся бригада выйдет, они будут наступать последним. Естественно, вся сила немецких карателей, которые до этого охотились за всей бригадой, обрушилась на эти самые две роты. Тем не менее, обе роты с честью выполнили порученный приказ, они пробили прорыв, они удерживали горловину в течение всего выхода 15-й бригады, а затем в барьергатных боях задерживали немцев с тем, чтобы 15-я бригада могла уйти за Березину обратно в Кричевские леса, где их дали основные силы 208-го полка. Ну, еще раз подчеркнув, все понимали, что это смертники, никто не надеялся о том, что вообще куда-то где-то в ухо он вернется. Но Ханинов вместе со своей ротой, отрываясь от противников, ушел в болото, буквально что не бывает ни по городу, ни по пояс в этом болоте. И благодаря этому остатки роты сумели ухрыться, оторваться от карателей, ухрыться от них. И через несколько недель остатки рода Ханинова переправились через реку и вернулись в родные Кричевские леса. Ну, это было очень, вызвало, шоковое состояние командования. И сразу по итогам возвращения рода Ханинова был подписан наградной лист о представлении его к ордену Красного Знамени, который долго гулял парадным танцем, но был реализован в 48-м году. Положительно, что Хилл Ваньковича наградили этим орденом. Хочу подчеркнуть, что в прорывом в Ханинском лесу его военная карьера не закончилась. Он успешно продолжал командовать, сформировал новую рот, успешно продолжал командовать две роды. И дальше уже в Кричевских лесах. Вновь подрывает эшелоны, вновь захватывает новые деревни, уничтожает новые гарнизоны. Например, 19 мая 1944 года рота Ханинова ворвалась в деревню Горенич и уничтожила донстрации в спине немецких солдат и офицеров. В июне 1944 года на участке могилов Орша Парсенаны 208-го полка организовали так называемую рельсовую войну. То есть они не просто уничтожили какой-то кусок железной дороги и спустили в шалом от отходов. Они на огромном расстоянии взорвали буквально все рельсы, какие потом могли найти. И восстановление этой железной дороги теперь занимало уже несколько недель или даже месяцев. И в ходе этой операции был уничтожен только этим полком 25 тысяч рельсов. Мост Сибиртей, насколько масштабной была эта операция. В том числе рота Ханинова уничтожила 100 рельсов и уничтожила крупный мост. В июле 1944 года началась знаменитая операция «Баградем» по освобождению Белар-ПСИ. И немецкие войска начали отступать на запад. И вот партистанским отрядам было поручено перекрыть дороги на запад, с тем, чтобы задержать продвижение немецких поисков, с тем, чтобы наши войска могли догнать и тем самым ледить. И в одной из этих операций принимал участие сам Ханинов, который в течение четырех часов со своей роды отбивал атаки нескольких пехотных полков и задержал их до появления Красной Армии, которые потом принудили эти входные полки капитуляции. После того, как партистаналы соединились с нашими войсками, роту Ханинова ввели в состав Красной Армии, почему по просьбе Михаила Ванькаевича роту не сформировали, а в Лиле полностью составили, в том, каком она была в Лиле, создав действующей Красной Армии. Хочу особо отметить, что в составе рода Ханинова служил и его тетка, тоже упражненец Смоленщины, Михаил Егоров, который позже прославился в 45 году при шторме Ректага, когда в 10 млн. Контария выбрал 2 флаг в Адринтаре. Но в свою карьеру Михаил Егоров начинал как раз в партистанале отряде «Мисты Черного». Михаил Ванькаевич в 2004 году после присоединения к воистам Красной Армии в свой избавании рейтенанта наградили медалью в партистанале отечественной войны. Но затем, как каунду по национальности, сняли с фронта и направили сначала к Каумыкию, где он написал то самое письмо, о котором рассказывал Николай Габрунович, ну, затем уже департировали в Сибирь. Хочу подчеркнуть, что его белорусские друзья очень высоко оценили его подвиги, его деятельность по право освобождению Белоруссии. Они подчеркивали, что, по непонимым данным, подразделения по делокомандованию уничтожили более 100 фашистов, планили переходы на сторону партизан до 200 коллаборационистов, уничтожили 5 эшелонов, сотни автомашин, предотвратили угон в Германии нескольких тысяч белорусов. Сам Михаил Ванькаевич стал почетным гражданином города Березино и почетным колхозником трех сел Беларуси. В октябре 1957 года, когда у Калмунской автономии была установлена, группа белорусских партизанских командиров, это бывший командир Магиревской военно-оперативной группы Свидаренко-Солдатинга, бывший командир 208-го партизанского полка Роман Щерпаков, бывший начальник штаба 15-й партизанской бригады Петр Великевич, обратились к Калмунскому обхому КПСС и обл. полкому с предложением о представлении Кирилова Никаевича звания Героя Советского Союза. Держи секретарь обхома, тогдашкин Шизлов, сначала положительно отреагировал на это предложение, но потом эти документы задерли, как правильный рот была Гамбович, Михаила Никаевича был человек очень прямой, очень резкий, говорил правду в лицо, и было немало людей, которые из-за этого Михаила Никаевича не любили, требовали всякие приконы, и теряли, что называется, эти самые документы наградные, поэтому это дело затерялось. В 1962 году проблема усугубилась еще и исключением Михаила Никаевича с партией, о чем тоже рассказал Николай Гамбович, и лишь через год комиссия партийного контроля Петр Великобритания Петр Великобритания Петр Великобритания установилась. В последующем, не сократно, Михаил Никаевич снова предоставляли к этому звание. В 1965 году группа колдунских писателей, в которых проводили такие как Тим Мельвин, Каляев, Бульхинов, Сюсев, Энgnжиев, Земля Игра, Пессан Данжиев, Марканжин Армаев, вновь обращались с просьбой, брендут KRISHIEZ Великобритания Мехаила Юертвова, герой, который возродил к нам на Кристалле. Обратились к Басану-Продолженщику, с новым предложением о представлении страны Советского Союза. Опять документы поддерживались, опять документы терялись по дороге. В итоге они к 9 мая 65-го года 20-летия победы не успели. Но хочу подчеркнуть, что представление на другого мартизану, только брянского Михаила Розовича. Сердикова как раз, по слову, делал действие по времени. Михаилу Розовичу, который тоже совершил немалых главных подвигов, так что варианты партизану. Ирландовичу, к сожалению, в 23-й победе не повел вновь. Он получил субъективный побед. Тот тоже получил партизан, как Смоленский. Все представления подчеркнуть я не могу. Но с короткой было достаточно много. И в последнее время, и прикрытание рожайной веры, и вопрос подымался. И последующий неоднократно об этом говорилось. Но, к сожалению, вопрос так и остался. И вот к 75-летию победы надо взять и решить. Представлять? Конечно, мы об этом речь идем. Я так рад. Надо представлять. Говорили об этом, разговаривали. И будем говорить об этом. У нас теперь новая голова. Я надеюсь, можно будет поставить вопрос о том, чтобы снова обсудить этот вопрос. И постановить справедливость по отношению с Михаилом Михайловичем. У нас научный форум имеет право принимать определенные рекомендации. И вот я хотел бы обратиться к участникам конференции. Уже придем вот таким предложением. Мы близки и к эридаминам нашей конференции. Предложение о том, чтобы в очередной раз представить Михаила Ваньковича Ханинова, название уже Героя России, за его некочисленные подвиги, которые были совершены в период Великой Отечественной войны. Хочу еще раз подчеркнуть. Почему Москва отказывает, по особому опыту, почему Москва отказывает в награждениях такими высшими наградами? Ведь существует вклад Президент, согласно которому те, кто были представлены в звании Героя Советского Союза в годы войны, но не реализованы, они им во многом повторно перестают и наградить уже званием Героя России. Значит, Москва, администрация Президентом, надо включить. Это требует вауков. Во-первых, представление было в периоды войны. Второе, чтобы представление ничем не реализовывалось, ни с какими понижениями. Если были понижения, то это уже кто-то считает. Михаила Ваньковича здесь беда получается в том, что он в годы войны представлен не был ввиду того, что он был депортирован, а был представлен сразу после возвращения депорта. В 1957 год это все-таки разница, на мой взгляд, небольшая. Это не 1985, не 1991 год. Это раз. И ничем с другими наградами это представление не реализовывалось. У него был орден кратного знамени, но еще раз подчеркну, что это был орден, причем на нему по итогам боев, Хачим Кумбец. Он вернулся из похода, который считали его смертником, которые все думали, что он не вернется, но настолько все были потрясены тем, что он вернулся, да еще и перелел к собой, сохранил часть бойцов и перелел к собой. И это конкретный подвиг, который он совершил за определенный период, прежде всего за период боев Хачим Кумбец. Часть подвигов, которые он совершил до этого и подвиг, которые он совершил в 2004, они никакими награждениями оплачены не были. Таким образом, я считаю, что Грилл Аникоевич более чем прокурору этого наградения, мне кажется, мы должны добиваться, да, и по-прежнему этой награды. Это самое предложение. Согласна. Спасибо. Спасибо.